Добренько! У нас сегодня очередной обзорчик, но скорее даже не обзорчик, это будет больше сравнение. Вот он мой многострадальный шуруповерт Makita 453. И, честно сказать, как шуруповерт он так себе, однако его несомненным плюсом является цена. То есть шуруповерт, 2 аккумуляторных батареи на 3 Ач, зарядное устройство и хороший кейс, в свое время стоили десятку. Сейчас он примерно точно так же стоит, то есть цена на него почему-то особо не растет. Так вот. Небольшая техническая проблема, я сейчас вернусь. Я где-то похерил шуруповерт. Так вот, сам шуруповерт, я им просто недавно работал, поэтому на полке лежит. Далее, 2 аккумуляторных батареи, комплект третью, это я уже сюда положил. Быстрозарядное устройство, то есть с охлаждением, с вентиляцией, все это идет в комплекте. И в комплекте еще шла, ну вот такая бита, то есть плоская, крестовая, PH2, это фигня, короче, какая-то. Понятное дело, что тут у меня уже валяется куча разного хлама. Ну, как сказать, инструмент самый ходовой, самый рабочий, он со мной везде, точнее был везде. Батарейки, индикация, батарейки все с индикацией заряда, это дохлая, это полудохлая, это полностью заряженная. Так, это поубираем и возьмем стенд. Бумажка нам не нужна. Атимуляторная батарея ни хрена себе она светит, я чуть не ослеп. Значит, сам шуруповерт. И получается зарядное устройство. Ну, оно, конечно, несколько стороннее, чем у Макетоса. Что тут по уровню заряда? Полуразряженная батарея, то есть мы полностью заряжены. Сейчас ставим на инструмент и давайте воткнем. Что тут у нас написано? А то меня отругали в прошлый раз, то, что я не перернул зарядку и не прочитал, что у нее написано на обратной стороне. 220-240 вольт, 50-60 герц, 0,3 ампера, выход напряжения 18 вольт, 1,25 ампера. Очень сильно исчерпывающая информация, вообще похер, что здесь было написано. Но на Макете мы тоже почитаем, что будет написано. Так, втыкаем. Зарядное устройство. Ну, лампочка мигает. Вентилятора нет, охлаждения нет, ни приношки нет. Что у нас в Макете написано будет? Чем она заряжает? 9 ампер. То есть 1,25 ампера против 9 ампер. А? Ну, кто круче? Давайте воткнем. Благо, у нас есть целых две батарейки. Блин, я этим зарядным устройством даже не пользовался никогда. Вот как лежит сновья в этом шуруповерте, я его еще даже никуда не присовывал. Ладно, поставим с другой стороны заряжаться. Ну, вот все зажужжало, все работает. То есть идет вентиляция охлаждения, там просто мигает такой здоровенный индикатор зеленого цвета. Он обозначает, что батарея заряжается. Здесь же значков индикации, ну, просто херово гора. А, да, я, наверное, пропустил вступление и не вел вас в курс дела. Почему я сравниваю эти два шуруповерта? Цена, они стоят одинаково. У них одинаковая комплектация, практически одинаковая комплектация. И они одинаковые по мощности. То есть по всем характеристикам эти два шуруповерта идут абсолютно одинаковые. Блин. Старая Макита лежит не так удобно в руке, как новый Стэнлик. И у Стэнлика есть подсветка, у Макиты нет. Ну, а теперь о всех косяках этого шуруповерта. Кстати, здесь написано 20 вольт, у Макиты 18 вольт, но это абсолютно одно и то же. То есть 20 вольт это максимальный уровень заряда аккумуляторной батареи. 18 вольт это рабочий заряд аккумуляторной батареи. Слайдер как работает. Ну, в принципе, нравится кнопка, нравится. Удобно тут под палец такая выемка есть, прикольно. К Маките я, конечно, привык, но у Стэнлика батарея снимается поприкольнее. Итак, что мы получаем в цену 10 тысяч рублей? Ну, понятно, сам шуруповерт, две аккумуляторные батареи, полтора ампер часа. Или часа. Ну, не важно. Где, 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 указатель, показатель, где хоть что-нибудь? Леон, 20 вольт. Все расписано, но основной информации нет никакой. А вот выемка под пальчик, а? Круто же, да? В общем, несут две батареи полторочки. Вот здесь на чемодане написано. А теперь сам чемодан. Ну, вы посмотрите на это вот. Короче, чемодан вообще ни о чем. Такой посредственный пластик, непонятного рода застежки, которые вроде застегивают, а вроде не пойми, что они делают. Сравните его с кейсом от Макиты. Дутый двойной пластик. Железные замки. Ну, да. Бывают косяки. Вот. Стэнлик уже выделывается. Он мне хотел в пах ударить, но попал в живу. То есть кейс у Макитоса значительно круче, чем вот этот непонятный чемоданчик. И еще в кейс от Макитоса можно будет положить три аккумуляторные батареи. Ну, одна на шуруповерте и две про запас. Не шурши. Мешаешь. Стэнлик может стоять без аккумуляторной батареи. Да и Макита тоже. Неважно. Если честно, я сколько смотрю обзоров, часто люди берут рулетку, вот так вот меряют инструмент. Этот длиннее на три миллиметра. Он выше на один с половиной сантиметр. Наклон у Макиты не такой, как у Стэнлика. Стэнлик прямой, больше похож на фен. Ну и так далее. Они еще взвешивают, взвешивают аккумуляторные батареи и все остальное. Я думаю, когда покупаешь такой инструмент, за десятку. То есть бюджетный инструмент. Вообще, насрать, как он будет выглядеть, сколько он будет весить. Ты его взял и пошел работать. В принципе, рабочее положение мы у этого инструмента и будем сегодня проверять. Также у Стэнлика есть одно несравненное преимущество перед Макитой. Здесь есть ударный механизм. То есть им можно бурить бетон. Бетон, конечно, вряд ли. Кирпич какой-нибудь мягенький. Еще что-нибудь. И да, сколько раз у меня была эта функция на шуруповерте, я ей никогда не пользовался. Так что давайте конкретней. Переключение реверса. На Стэнлике полное дерьмо. Ход кнопки у Стэнлика больше. Триггельный переключатель ловить неудобно. То есть регулировать обороты, именно нажатием пальца будет неудобно. Ублюдский, абсолютно ублюдский переключатель. Что же касается Макиты, рукоять у нее несколько пожирнее. Ну, я к ней, наверное, просто привык. Реверс круче. Триггельный переключатель круче. Муфта переключается намного более четче, чем на Стэнлике. Но на Стэнлике она большая. То есть взяться за нее удобней. Ну, честно говоря, не знаю. Поскольку это строительный шуруповерт, в принципе, я здесь пользуюсь только одним положением. Положение сверлений. И на этом положении происходит абсолютно вся работа этого шуруповерта. Но здесь 16 положений муфты. Что же касается Стэнлика, 21, вроде как 22, сверление и еще сверление с ударом. То есть вариаций здесь намного больше. Также это оба щеточных шуруповерта. Макитоз очень-очень-очень сильно древний. А это относительно свежачок. Ну и также аккумуляторные батареи применяются на всей линейке Стэнлика. Визуально мы по ним пробежались. Стэнлик выглядит круче, чем Макита. Характеристики у них практически одинаковые. По-моему, 45 ньютонов на метр крутящий момент. Режимов у Стэнлика больше. Сверление с ударом. Есть подсветка. Макита старенькая. У нее нет подсветки. Стэнлик поудобнее. Стоит примерно одинаково, да? Но Макита предлагает больше за эти деньги. Несмотря на то, что функционал самого шуруповерта у Стэнли как бы вроде на бумаге выше. Мы сейчас покрутим, посверлим и посмотрим. Макита все-таки... Но я бы взял Макиту, безусловно, однозначно. У меня уже две есть. Третью бы я, конечно, не купил такую. Но если бы я покупал шуруповерт в первый раз, я бы взял Макиту. Не Стэнли. Ну, кто-то повелся на красивый внешний вид. Блин, вообще дерьмище. Очень так. Да, сегодня просто невероятнейшее, знаменательнейшее событие, потому что тест этого инструмента буду производить непосредственно я. А знаете, почему буду производить я? Потому что моему персонажу ровно один год. И в честь этого знаменательного события мне разрешили выполнить эту работу. То есть тестирование. Значит, тестировать мы будем два шуруповерта. Стэнли, как он там, господи, его называются. SCD711. И получается Макитовский DDF453. Значит, будем его испытывать на металле. На дереве лиственница. Дерево сосна. Будет испытываться сверло 13 мм, поскольку сверление в металле максималка 13 мм. Дерево будем испытывать, начнем с десяточки обычного. Потом сверло для сквозного просверливания, как мне сказали, 25 мм. Кстати, сверло от DeVolte, я его только что купил, не я. Мы его только что купили и еще ни разу не тестировали. И максимальный диаметр сверления сверла Фостнера 35 мм. Ну и поскольку у нас Стэнлик является ударным шуруповертом, мы испытаем его на обычном сверле для кирпича, допустим, на этой стеночке. 6 мм. Я думаю, больше смысла на этом. Возникла очень сильно небольшая заминочка. Здесь биты стоят PH. Крепеж под PH у нас только черные дерьмовые саморезы. То есть весь крепеж у нас либо по Т-шке, либо по П-зет. Поэтому будем крутить черными шуруповертами черные саморезы. Желто-черными шуруповертами черные саморезы. Мы это прошли. Это на первом положении. Ну как? Ну как ты? Как тебя выставить? Давайте попробуем что ли? Давайте попробуем. Что? На этой грустной ноте, я думаю, стоит завершать наше тестирование этих двух шуруповертов на закручивание. Муфта у Стэнлика есть. Она большая. Переключается вообще непонятно. Так, газулька на мотоцикле. Какие-то щелчки вроде есть, но они непонятные. Ставим на режим сверления. Начинаем сверлить. Очень сильно посредственно. И кнопка реверса. Да, действительно чмол. Вот вообще конкретно чмол. Начнем с дерева. 10 миллиметров сверло. Обычное для дерева. Сверлим Стэнликом. Кто бы сомневался, что он просветный. Давайте 25 миллиметров. Вот эта вот бабочка. Да что ты, блин, господи, как ты. На. 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 Ну, вот опять на первой скорости пробурили. Давайте теперь попробуем Макитой сделать то же самое. А, нет. Давайте сверло Фостнера 35 миллиметров в максималку. Блин, гребаная муфта. Переключалка реверса гребаная. Термища. Сплошная термища. Развернем кусок. И давайте засверлимся где-то здесь. Я не знаю, может у меня руки жопы растут, конечно. Я бы хотел вызвать специалиста, чтобы он показал, как это надо делать. Но давайте проверим, как будет справляться с этой же задачей Макита. Блин, терьмо. Итак. Берем сверло Десяточка. Для дерева. Обычное сверло. Так, где мы сверлили? Вот тут мы сверлили, получается, Стэнликом. Ну, вот так вот давать мне этот сверло. Да, конечно, на шестом положении, ничего я хотела. Режим сверления. Режим сверления. nolds Термища. Собственно говоря, возникает вопрос. Почему? Сверло одно и то же. Почему? Макита справилась, а Стэнлик навел вот этот беспорядок. Ну, честно сказать, хз-хз. Вообще, полное хз, а может быть и полная хня еще этот Стэнлик. Ладно, сейчас коронный тест на сверление металла 13-миллиметровым сверлом. Сверло деволтовское. Сверло хорошее, то есть у него есть направляющий центр. В металл должно входить очень и очень хорошо. Я, наверное, освобожу сейчас брусок с лиственницей, отключу запись и сделаю я это шуруповер там Стэнлик. У шуруповерта незаметно, да, у него вибрация, вообще бешеная вибрация. Я сейчас отойду подальше, чтобы было видно. Вот, я выкручиваю, шуруповерт дребезжит в руках, не пойми, как что. Как будто писать на морозе вышел, все замерзло, и ты вот это вот стоишь, трусишься. Вот так же Стэнлик работает, да. Что у тебя такая трясучка? Давай закрутим саморез. Ну правда, я попробую Макитой открутить, может ее тоже так трясет. Не, блин, его реально трясет. Бита стоит хорошо, ровненько, да. Непонятно мне, честно сказать, очень сильно непонятная данная информация. Поехали, выкручиваем. Ее он и трясет. У нее нет трясучки, а этого трясет. Вот как алкоголик его, знаете, и собирал такими вот руками трясущимися. Хотя может алкашами и работать с ним будет удобнее. Он как бы будет компенсировать тряску их рук своей тряской, и возможно будет получаться идеально. Кстати, наверное зря мы наговариваем на инструмент, у него особое применение. Макита ожидаемо хорошо справилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух, наконец-то, да! Честно сказать, это было полнейшее издевательство. Я не знаю, кто больше пострадал, сверло или щуруповерт. Сука, Стэнлик обломал сверло от Деволта, которое стоит почти как этот Стэнлик. Обломал его, потому что его трясет, как сволочь. Товарищи, это просто пиздец. У меня другие слова на это. То есть, у меня сегодня праздник, я хотел испытать какие-то новые положительные, хорошие эмоции. А вот эта дрянь не хочет со мной сотрудничать. Ладно, последний тест только для этого шуруповерта. Режим удара, сверло 6 мм, грабанное роверство. Похерачили. Продолжение следует... Как вам такое, да? Макита без удара просверлила точно так же. А знаете почему? Потому что сверло, блядь, хорошее. Все зависит от расходника, оснастки, которой мы пользуемся. Но вот эта дрянь сломала хорошую оснастку. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ну что ж, давайте подытожим, наверное, что ли. На Стэнлик я не возлагал никаких надежд, но, если честно, он показал себя хуже, чем я думал. Прямо реально хуже, чем я думал. Что касается Макиты, мы ей работаем и знаем, как она работает. Ну, это самый дешевый, это самый простой и это самый слабый инструмент, который у меня есть. Что же касается Стэнлика, ну, он относительно новый, современный. И из плюсов только подсветка, которая светит непонятно куда. Я вообще никаких не вижу. Его трясет, блин, его реально собирал человек с конвульсиями. Или он сделан для человека с конвульсиями. Вообще нереальная дрянь. Это шуруповерт взятия. Дядь Саш, если ты смотришь, ну, я тебе хочу сказать, что за 10 тысяч рублей ты прогадал. Прям очень сильно прогадал. Даже на минималках он один фиг загоняет саморез до самого днища. То есть вообще я не понял этого прикола с этим шуруповертом. Нафига здесь 22 скорости, 22 положения. Если он на всех работает примерно одинаково. Это сырой беспонтовый инструмент. То есть даже для дома, если тебе надо закрутить маленький крепеж в мебель куда-то, уголочек. Допустим, у тебя от стола что-то отвалилось, дверка отвалилась. Ты поставишь на минималку и ты сорвешь резьбу, он просто провернется. Забыл отметить, что в комплекте тоже шла бита. Такая же, как и у Макиты. Ладно, дяденьки, тетеньки. Итог. Нужен дешевый шуруповерт, покупайте Макиту. Две аккумуляторные батареи на 3 Ач в комплекте. Цена у них одинаковая. Быстро заряжающие устройства для аккумуляторных батарей. Блин, вообще огонь. По сравнению с этой лажей, непонятной. Вообще огонь. Батарейка, сказал, да, прикольнее открывается. Это все, блин, просто все. Я не знаю, за что они хотят здесь 10 тысяч рублей. Ему цена пятак. Говнючий кейс из штор сырья. Вот он уже не сходится. Вот она. Да, в модных наклейках весь. Тут не поспоришь, выглядит красиво и пафосно. Подсветка, да, тут ярче, чем у Макиты. Я ищу плюсы. Я правда пытаюсь найти плюсы в этом шуруповерте за 10 косарей. Я не могу найти. Вообще ни одного плюса. Режим сверления с ударом. Блин, Макита просверлила без удара кирпич с такой же скоростью. Что еще? Что в тебе может стоить 10 косарей? Ручка, которая вот с ребрами, да, хорошо лежит в ладошке. Кнопка, блин, ну, вроде пластик, но у Макита она приятней. Я не знаю, вообще ни одного плюса. Выглядит круче, чем Макита. Ну, внешне. Вот если внешне посмотреть, да, он будет прикольнее, чем Макита. Все. Блин. Вот я не знаю, я покупаю инструмент, да, Макита, Деволт, сейчас на Милку немножко перешел. Вот такой сегмент я никогда не затрагивал. И вот он весь такой, что ли? Вот правда, вот он такой же говнючий весь. Black & Decker, я не знаю. Стэнли. Что там у нас еще есть? Блин. Категорически не советую. Вот, категорически не советую. Его бьет, он везде летает, его в руках не удержишь. Вообще херота. Сверло фоснера, он деревяшку просто размочалил во все стороны. Макита тоже как бы особо с центром не справилась, но вот эта штука. Блин, это нечто. Вообще охренеть. Так он и стоит же, он же стоит. Он стоит как ты.